Итак, у меня такой обзорный будет доклад на колоссальную тему, в которой есть множество аспектов, а именно почему на всем протяжении японской истории и даже про-истории значительное число членов общества не хотело жить в этом обществе, или, что важно оговорить, делало вид, что оно не хотело жить вместе со всеми. Причин здесь множество. Самое очевидное — это политические причины, когда из-за какой-либо неспокойной или недостойной обстановки по этическим соображениям или спасаясь, люди уходили из гуще событий, скажем, во внутреннюю эмиграцию. Причины — это могло быть нарушение привычного уклада, связанное с предыдущими обстоятельствами, а именно политического характера, или это могло быть, что очень часто и случалось, несчастная любовь, в результате которой благородный кавалер уходил вдаль и там томился. Кроме того, это могла быть религиозная причина, а именно индивидуальное спасение, но надо сказать, что в чистом виде для Японии, я думаю, причину выделять особенно не стоит, это были скорее довольно малочисленные случаи. Ну и, наконец, социально-психологические, а именно неспособность тех или иных индивидов просто подписаться в социальную структуру. Такие были всегда, они есть всегда. Сейчас в значительной степени я считаю, что к таковым социопатам принадлежат японские бездомные или знаменитые хики-комори, не выходящие из комнаты. Но про них я говорить, пожалуй, не буду, а сосредоточусь на истоках. Вообще, социального удавления и удаления от скверны начинается, ну, собственно, мифологическая история японского народа, а именно миф об удалении богини Аматерасо в пещеру. С ней это случилось в результате огорчения от злодеяний ее братца, буйного бога, бури ветра Сусаноо, который сначала наложил кучу во дворце своей сестры Аматерасо, потом, не удовольствовавшись этим, убил священного жеребца и ободрал шкуру, не надлежащим по обычаям способом. В результате этого покончили с собой весьма хитроумным способом несколько ткачих из дворцового хозяйства Аматерасо, и она получила ритуальное загрязнение, в результате чего удалилась, можно сказать, для очищения. История ее извлечения из грота – это уже другой и более известный сюжет. Таким образом, можно сказать, что такое удаление от скверны носило характер предотвращения от загрязнения. В классической древности, начиная с канцонарского периода или период Хэйян, условно говоря, 9-12 века, существовала крайне распространенная разветвленная система разнообразнейших табу, которые предписывали сидеть дома, не ходить по определенным направлениям, не принимать гостей и тому подобные вещи. Вот сейчас на экране я показываю один из редких документов с того времени. Это таблички, такие плоские плакетки или палки высотой 40-50 см, которые назывались моноимено фуда, а именно плакетка очищения. То есть эти вещи ставились или на территории усадьбы, вокруг нее свидетельствуя о том, что туда нельзя входить посторонним, или если почему-либо самому человеку, который претерпевал дни удаления от скверны, но тем не менее должен был выйти наружу, миниатюрная табличка могла прикрепляться к его головному убору, и он таким образом двигался, оповещая всех, кто мог прочесть эту табличку, что от него лучше держаться подальше. Я думаю, это была своего рода маска, которую носит сейчас вот такая табличка. Да, ну что на ней написано? Ну вот здесь слева я кратко написал. Сначала для важности был священный санскритский знак «Вам» или «Бан», который означал имя Великого Будда Бесконечного Света, «Дайни Тиньо Рай», потом иероглифы табу, моноиме, а дальше множество цифр. Ну, я сейчас не буду объяснять их комбинации, связано это с геомантической практикой. Самое большое нечетное число 9, дальше вверх ногами, то есть снизу вверх, таким перевернутым бустрофидоном идет комбинация чисел, которые начинаются с самого большого четного числа, разного рода небесные дворцы, божества. Все это свидетельствует о том, что тексты сделаны, чтобы соблюсти баланс инь и ян, а внизу строгое предписание исполнит немедленно кю кю ню ри цу рё. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что жизнь хаянской знати, аристократической прослойки населения того времени, была опутана множеством табу и предписаний, которые представляли собой сложную, прихотливую, гетерогенную смесь из китайских мантических представлений, представлений гаданий ом-мё-рё, то есть по системе ин-ян, представлений о загрязнении и очищении идущих от пути богов синто, и, разумеется, от буддизма. Вот, говоря о синтоистском очищении, сейчас это можно видеть в разветвленной системе очищения при визитах и паломничествах в храмы, Охарае, и территория храмового комплекса начинается с маленького павильона для омовения рук и рта, темидзуя. С началом Средневековья фокус самоизоляции несколько меняется, усиливается буддийский элемент и литературный элемент. С падением аристократического режима Хэйян, то есть где-то с конца XII века, возникает литература отшельников, Индзя Бунгако, или её ещё называют литературой травяной хижины, Суан Бунгако, и некоторые тексты, некоторые представители этого литературного или социокультурного, лучше сказать, тренда, хорошо известны. Это Каман и Тёме со своими записками, с кельгами, с некоторыми оговорками. Сюда можно отнести ещё более популярного Кенка Хосе с его записками от Скуки. И это продолжается и дальше, дополняясь высокой средневековья, именно в эпоху Мурамати, то есть XIV-XV века, дополняясь монахами дзенской школы, которые в своих центральных монастырских институциях, в двух столицах Камакура, предыдущая была военная ставка, и снова в Киото создали систему монастырей Пять гор Годзан, а в их рамках литературу Годзан Бунгако. В основном они писали по-китайски и повторяли китайские тенденции отшельнической или эскапистской культуры, моделируя её. Часто таких монахов называли тонсейся, удалившиеся от мира, хотя на самом деле часто это была чисто литературная или почему-либо выгодная социальная поза, о чём современники немало писали, или такие как бы полумонахи, которые были более интересны быть во главе литературного салона и которые могли стать по упрощённому обряду монахами, то есть приняв самопостриг, это называлось дьюсюкке, с одной стороны он исторгнутый из дома, из семьи салона, а с другой правила были подчас сильно ослаблены. Так вот, я упомянул о том, что... Они часто брали за основу китайские шаблоны и литературно-культурные прецеденты отшельничества. Здесь было несколько особо любимых сюжетов, например, японские отшельники повторяли модель семи мудрецов из бамбуковой рощи во главе с дзеканом. Этот сюжет известен, я показывать его не буду, покажу чуть менее известный. Это сюжет четверо седобородых старцев с горы Ашан, все дзан сико. И вот здесь картинка, весьма малоизвестная, сделанная, тем не менее, очень видным художником своего времени, Кана Тухаку. Это фусума или роспись раздвижных стен или же дверей в Синдзюане, Саптемпл, в крупном монастыре школы дзен Дайтокудзе в Киото. Это мемориальный храм Ик-Кю, закрытый для посетителей. Мне в свое время довелось там некоторое время пожить в качестве нечто вроде послушника. И вот эти фусума я снимал. Здесь изображаются вполне в китаизированной манере, Канга, китайской школы живопись. Вот двое из этих седобородых мудрецов. Вот еще картинка. И, находясь в замкнутом пространстве без окон и без выхода наружу, человек мог созерцать эти туманные, лаконичные, пустотные пейзажи и переноситься душою, воображаемую действительность далекой земли, по-английски говорят, кэсай, по-японски говорили, морокоси, вот такой древний фантастический Китай, и ставить себя на место этих отшельников. Существовал очень распространенный жанр, который называется «Картина ученых Кейлей», как я перевожу японское, «Сиосай Цзу», или «Студия кабинета для письма», или «Хижины», в которых не столько реально, хотя и такое бывало, сколь воображаемо в сердце своем могли жить дзенские монахи, да и не только они, того времени, которые хотели уйти реально или в виде литературной позы от окружающей действительности, грязи, треволгении мира, междоусобных войн и прочих безобразий. Вот известная картинка, это свиток начала XV века художника Сюбуна, приписывается ему, хижина трех благородных, сам Эки Сай, сам Эки, это, разумеется, Сань И, китайское понятие, восходящее к фиксограммам, три благородных, три полезных, три прибавления, ну и насыщенная многогранной, многоярусной символикой картинка, показывающая среди гор и вод хижину с раздвинутыми стенками или дверьми, то есть открытую всем стихием, перед нею ее одинокий насельник с метлою, который создает чистую землю, дзьодо или дзиньту, в таком буквальном смысле, то есть рай, здесь и сейчас, гигат нунг, что свойственно дзинской школе. Или вот такая любопытная и весьма известная картинка таких одиноких монашеских домиков, повторяя это может быть и Суан, травяная хижина, или их чаще называли в плохом аромате Сёсай, кабинет для ученых досугов, художника Кётецзан Минтё приписывается, кэй-ин, кэй-ин-сё-атико, маленькая хижина в глубине ущелий. И сверху я показываю только фрагмент нижнюю четверть этого большого свитка, несколько стихотворных надписей монахов Дайхако, Сингена и прочих. Ну, или вот еще одна картинка, где есть стихотворение, которое я сейчас читать не буду. Говорит оно в основном о том, как хорошо в уединении читать книжки, ни на кого не отвлекаться, держать ворота на запоре, чтобы не докучали, посетители, включая друзей. И, повторяю, с одной стороны это все было так, а с другой это могло быть чисто литературно-культурной позой, что давало некоторое обоснование самому монашескому статусу, который часто подвергался испытаниям, поскольку реальная атмосфера в столичных монастырях была густонасыщенная, населенная, деловая, и те, кто действительно хотел удалиться, для старших монахов реально существовала возможность из общего киновийского, что ли, общежития переселиться в отдельную хижину, они туда переселялись, находясь в ограде столичного монастыря, у кого же таких возможностей не было, утешались картинкой, называли ее Синь-Га, картина сердца, и переносились в нее соответственно сердцем. Я говорил, что это была культурная позиция, заимствованная у китайцев, вот я нашел такое практически буквальное соответствие, оригинал великого художника южной сумской эпохи Сиогуя, и вот эту картинку его добросовестного ученика, японца Сюбуна. Ну и наконец, чтобы показать, что практика уединения и борьбы со скверной существует в Японии по сей день, вот такая комическая картинка Бесагона или истребителя, укротителя демонов Сиоки в девичестве его звали Джун Куй, китайский, разумеется, персонаж. Сейчас появилось множество таких картинок, одну из которых я показываю, где этот Сиоки вкалывает вакцину в коронавирус, вот написано Сиоки, вот тут корона. Ну и соответственно можно резюмировать тем, что японские истоки удаления от скверной самоизоляции многообразные и гетерогенные, причины этого многообразные и наложило это все отпечаток на переживаемую нами действительность, что это сюда идет. На чем я и закончу вот этой картины художника уже следующей эпохи покугавы и кинотайга, который показывает такого поэта-художника-ученого литератус, их называют по-английски, который сидит в своей студии и смотрит на природу в окно. Ну и happy stay home to everyone. Спасибо. Евгений Семенович, большое спасибо за интереснейшее сообщение или рассказ, лучше сказать. Опять призываю всех и устно задавать вопросы и писать, а вот я, наверное, тоже первый задам вопрос. Вот